Опасное электричество. В жилом доме на народной воле сгорели счетчики. С пожаром справиться удалось. Даже свет горожанам в квартиры вернули. Но жители боятся, что ЧП может повториться. Подобное возгорание уже было в прошлом году. Как предотвратить аварию, выяснял городской дозор. Из-за пожара в электрощитке жители двое суток сидели в потемках. Сейчас электроэнергию восстановили. Но люди говорят, не чувствуют себя в безопасности. Утром жителей встревожил странный шум в подъезде. Словно кто-то стучал по электрощитку. Соседи выглянули на лестничную площадку и увидели искры. И тут такой хлопок. И, как вам сказать, вот это как фейерверк. Такие огни. Быстрее успели закрыть дверь и пошел дым. Тоже позвонили в пожарную часть. Выехали. Ну и все. В 10 утра у нас уже был все локализован пожар. В прошлом году, рассказывают жильцы, щитки уже горели. Как оказалось, произошел скачок напряжения. Тогда у многих вышла из строя бытовая техника. Я утром стою, включаю свет. И, представляете, на моих глазах разрываются светильники в ванну. И ведь никто не возместил. Я собрала документы, чеки, пришла в ЖЭК. Говорю, вот, пожалуйста. Нет, там, значит, ничего не получается возместить. На этот раз техника, к счастью, не пострадала. Сгорели только электросчетчики в щитках. Кто их будет восстанавливать, непонятно. А главное, волнуются жители, как избежать пожара в будущем. Эти вопросы мы адресовали управляющей компанией. Причину возгорания сейчас устанавливают дознаватели МЧС, рассказали коммунальщики. Но какой бы она ни была, восстанавливать счетчики должен виновник ЧП. Виновник обязательно устанавливается. Это одна из процедур. То есть, если, ну, в любом случае, люди без учета электроэнергии не останутся. То есть, если будет установлена вина управляющей компании, то за счет управляющей компании будет замена приборов учета. Чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем, необходимо кардинально изменить всю систему электроснабжения дома. Иными словами, провести капитальный ремонт. А для этого жителям следует принять соответствующее решение на общем собрании собственников. Юрий Шумков, Николай Косарев, Городской дозор.